это интересное место которое много раз я проходила не мог понять что это такое на реке тренд солнце к сожалению немножко справа от меня но ничего я думал что это такое оказалось было очень интересное поместье дар келов или есть это дороге будет здесь были сады огромная я ношу как-то открытку эту я покажу чудесное место красиво против как нас находится не все конечно поместья сохраняют такие организации как допустим английское наследие или по-английски English Heritage больше большая часть не сохранена и остались только руины а там месте вообще ничего не осталось нет но чудная стороны Англии проходишь около какого-то места ну видно что красивое место и что-то там было не плавбаза и не рыббаза потом начинаешь искать просто обалдеваешь здесь не столько репортаж сделать здесь можно сериал снимать потому что это было огромное поместье гресли 28 поколений владела этим поместьем начинать надо историю еще примерно тысячи лет назад и больше то есть где-то грубо свильгельма завоевателя нормандцев когда они завоевали 1066 году англию а так только сериал делать но к сожалению к сожалению все это разрушено и все это никто никогда не видит в тридцать четвертом году после нескольких попыток что-то сделать там ничего не получилось все было продано на аукционе но не все конечно ну кое-какие вещи были проданы и картины и мебель и даже стены деревянные это находится в частных владениях в общем то у кого-то как-то там некоторые вещи были проданы музеи вот одна из них столовая находится британском музее виктория виктория альберта лондоне некоторые в частных руках в частных квартирах домах ведь мне потому что партнер такой не залезет а так все потеряно и сожалению очень много потерянного таких как это поместье примерный вот список что потеряно в 100 фаршире можно видеть здесь это это не полный список неполный но к сожалению это уже не вернуть эти монтажа этого поместья были также найдены еще уникальные вещи которые датируются 550 годом нашей эры сейчас находятся в музее дерби после этого в 50-х годах здесь была построена электростанция которая позже в 2006 была также успешно снесена а некоторую историю которая датируется 1090 годом я вам все-таки расскажу но для этого придется сходить еще посмотреть из степен хилл ну вот сегодня 25 декабря рождество католическая литеранская погода очень великолепно и пока я иду в степен хилл я вам покажу как празднуют в англии рождество по-настоящему простые англичане празднуют рождество на свежем воздухе итак что же записал аббат джеффри вертон в конце одиннадцатого века около 1090 года двое жителей из степен хилла бежали в дрейко который принадлежал нормандскому аристократу по имени роджер пуатвин их родная деревня степен хилл принадлежала аббат стубертон и крестьяне бежали из-за работы на своих монашеских правителей услышав мошенниц мошенницкие жалобы крестьян на своих бывших хозяев роджер ограбил склады аббатства в степен хилле забрал урожай из амбаров и переместил их в свои дома в дрейклоу между 60 рыцарями роджера и десятью рыцарями нанятыми аббатством разгорелась вооружен вооруженная драка стычка которую последние чудом победили то есть эти 10 рыцарей победили 60 пишется что благодаря молитвам монахов на следующий день двое крестьян устроивших эту беду сели поесть и внезапно умерли на следующее утро их похоронили деревянных гробах около церкви степен хилла позже в тот же день мертвые крестьяне лично явились в дрейклоу неся на спине свои гробы бродя про по дрейклоу всю ночь мужчины иногда принимали облик медведей и собак и стучали в двери местных крестьян громко призывая их типа двигайтесь быстрее пошли выходи мовый так продолжалось много ночей в конце концов это ужасная чума преследовала крестьян в дрейклоу все живые крестьяне кроме трех заболели и в конце концов умерли граф роджер напуганный поворотом событий просил прощение у аббата бертона и молился святой святой мадвейник он приказал своему наставнику принести монахам вдвое больше урожая которое он украл прежде чем бежать другие свои земли дрейклоу два оставшихся крестьянина священник к сожалению также бежал получили разрешение от епископа на эксгумацию двух разносчиков этой чумы из таппенхилла их тела были целы кожа бледна а погребальная пелена вокруг их ртов залита кровью это они увидели когда их вскрыли могилы но позже у трупов отрезали головы и положили их между ног в могиле затем они удалили сердца снова закопали останки тел и сожгли их органы до заката солнца в конце концов сердца сильно затрещали и потрясенные зрители увидели как из пламени вылетела ворона которая как как они понимали была злым духом истребители вампиров бежали в соседнюю деревню деревню со своими семьями а дрейклоу как проклятое место был заброшен и обычно избегался на долгие годы то есть заброшен был на долгие годы все это следует из записи аббата джеффри бертона все ссылки на это событие будут под видео но и также хочется отметить что действительно ходячие мертвецы очевидно были настолько распространены в англии двенадцатого века что уильям нюнбургский который жил в это время сказал что было бы слишком утомительно вести хронику их всех но это была первая запись о ходящих мертвецах в англии а термин вампир вошел в английский лексикон примерно уже после 1734 года и происходил от сербского слова вампира таким образом было бы анахронизмом называть этих ходячих мертвецов вампирами ну конечно было бы глупо считать что сюда я пошел искать эти могилы потому что прошло уже больше тысячи лет вот эта церковь церковь святого петра то что мы сейчас видим она где-то постройки 13 века конечно впоследствии она перестраивалась в 16 веке и далее но на этом месте еще стояла англосаксонская церковь до пришествия норманов конечно все это сейчас в основном легенды легенды но в время тысячу лет назад ведь церковь исполняла роль сегодняшнего телевизора интернета и телефона все вместе взятое практически было весь сборник новостей и пропаганды для людей да эта история но не надо забывать что и сегодня наша вся эта история стали входит нашу жизнь так же как вошел сегодня нашу жизнь каждый смартфон bluetooth по названию харальда синезубова которого были черные зубы и норвежская компания когда изобрела эту вещь она и поставила как раз руну харальда синезубова которая у вас есть в каждом сегодня смартфоне но сегодня в дракелове также никто не живет почти получается проклятое место если смотреть на карту гугла то там ничего нет абсолютно вообще-то некоторые историки говорят что там мог быть даже пир один из первых нормандских замков но не могу сказать что один из первых но был деревянный замок там археологические раскопка не производились единственное что было когда сносили усадьбу кресли и после того как начали строить электростанцию да там немножко рабочие что-то нашли которые находятся в музее дерби но немного а так археологических раскопок там не производилась и в принципе сейчас место это закрыто хотя я думаю пролезть можно и это очень такое золотое место я так думаю для так называемых чернокопателей потому что там я думаю что можно много что найти интересного но также хочу сказать что по официальным только сведениям каждый год великобритания из-за черных копателей теряет ценностей примерно на несколько от трех до пяти миллионов фунтов каждый год не забывайте всем пока